Добрый день, дорогие друзья! Как меня хорошо видно и слышно? Первый вопрос в нашем новом сезоне. Так, вот появились первые плюсики. Будем считать, что все хорошо. Ну что ж, тогда я приступаю к первой части нашего сегодняшнего вебинара. Это к поздравлениям. Я поздравляю вас всех с новым... Во-первых, с новым учебным годом. Хоть и говорят, что преподавателей поздравляют с новым учебным годом, все равно, что ломовую лошадь поздравлять с новым сезоном весенних полевых работ. Ну, тем не менее, я вас поздравляю. А еще больше я вас поздравляю с новым сезоном Директ Академии, который в этом году опять будет полноформатным. И об этом мы с вами поговорим. Нас ждет около 200 вебинаров в этом сезоне. Вот. И сегодняшний вебинар традиционно начинает наш сезон с темой о том, что... Нашей продуктовой темой, темой от Директ Академии. И называется она «Университетская библиотека онлайн в новом учебном году. Новый функционал сервисы концепции». Вот. Да, я совсем забыл вам дать... Забыл. Обычно у меня это... Следующие наши вебинары, сведения о следующих вебинарах. Давайте я это оставлю на потом, в конце нашего вебинара. Да, эту информацию. Ну, что ж, давайте начнем. Да, я забыл расшарить нашу сегодняшнюю презентацию. Вот. Я сделал ее общедоступной. Вы можете ее скачать. В моей презентации, как всегда, есть много ссылок, которые вы сможете использовать, если ее скачаете. Ссылки разные на разные сайты, на наши будущие вебинары и так далее. Кроме того, кое-какие ссылки я вам буду давать прямо по ходу. Буду давать их в наш чат. Итак, давайте пойдем по сегодняшнему содержанию. Речь сегодня пойдет об университетской библиотеке онлайн, нашем флагманском продукте компании Директ Медиа. Но не только о ней, а о всем комплексе продуктов, который идет вместе с университетской библиотекой онлайн. И вот план нашего сегодняшнего вебинара. Вот такое. Начнем мы сегодня с Директ Академии. Мне об этом рассказывать особенно приятно. Что касается всех остальных вопросов, это в основном вопросы нового дизайна, нового функционала университетской библиотеки онлайн, арт-отеки, библиошколы. И последний вопрос. Это наш традиционный вопрос с конкурсом BeFirst. Итак, первое, что мы обсудим, что нас ждет в этом сезоне в Директ Академии. Как всегда, нас ждет беспрецедентная по объему охвата программа вебинаров. Если кто-то хочет посмотреть ее прямо сейчас, ну вот, может зайти на главную страницу Директ Академии. В ресурсах приведена ссылка на Директ Академию, на наш основной сайт. И там находится наше расписание универсальное. Давайте, вы знаете, я сделаю и так. Я это расписание вам отдельно дам, чтобы отдельной страницей вы могли бы его использовать. Вот так вот. не отвлекаясь на другую страницу. Вот это только расписание, которое можно листать и записываться по ходу дела. Итак, нас ждет примерно 200 вебинаров в этом году. Почти все они уже расписаны в расписании, но, правда, не ко всем из них, не ото всех из них ведет ссылка на регистрацию. Мы регистрировать данные мероприятия будем чуть позже. Не все они сейчас зарегистрированы. Но главное, и на ближайшее время, по крайней мере на сентябрь, все вебинары доступны, и вы можете на них зарегистрироваться. Десятки тысяч человек посетили наши вебинары в прошлом году и в предыдущие годы. Мы четвертый год ведем, ну так вот, полноценно четвертый год ведем нашу работу в Директ-Академии. А так-то вообще с 2014 года, то есть уже шестой год, значит. Вот с марта, с марта 2014 года. Вот. Что еще нам надо сказать о новом сезоне? Да, вот наш сайт. В этом году у нас будут четыре цикла, а не три. Первые три цикла вам знакомы. Это от первого лица, эксперт на связи, в ползень с Директ-Медиа. Ну и новый наш цикл, это новое поколение. Цикл, посвященный работе с дошкольниками и воспитательной и образовательной работы с дошкольниками и с младшими школьниками. Вот в прошлом году мы это направление уже начали развивать, и в этом году продолжим его развивать, начиная со второй, прямо со второй недели нашей. Что такое цикл в ползень с Директ-Медиа? Это, собственно, наши продуктовые вебинары, которые буду вести я, будут вести наши сотрудники, а также отраслевые вебинары, которые будет вести наш генеральный директор Константин Николаевич Костюк. Вот пул наших спикеров, которые обычно каждый год у нас бывают. Ну, может быть, здесь еще один появится спикер, посмотрим. Я на него ссылочку дам чуть позже. Цикл от первого лица, это мы приглашаем к нам первых лиц, основателей, управляющих партнеров и так далее, компаний, наших компаний, компаний-партнеров, вендоров, хай-тек-компаний и так далее. Ну, таких вебинаров обычно очень много не бывает, но примерно процентов 7-10 от всего состава наших вебинаров будут вот такие вебинары. Ну, и наиболее такой большой по объему цикл, это эксперт на связи, это мы приглашаем ведущих экспертов в своих областях знаний по широкому набору направлений, ведущие эксперты в своих областях знаний, по высшему образованию, библиотечному делу, электронному обучению. Вот по искусствоведению, пожалуй, в этом году не будет, потому что в прошлом году и в позапрошлом году как-то не очень активно по этому направлению люди ходили на вебинары. Мы решили поварировать, другие темы дать в этом году, но посмотрим, как получится. Может быть, в следующем сезоне вернем, если будет какой-то спрос. По IT, по работе с учебным онлайн-контентом и многое-многое другое, по совершенно различным темам. Треки вебинаров, какие у нас будут в этом сезоне. Константин Николаевич Костюк, его трек так в целом называется «Электронные библиотеки». Это отраслевые вебинары, связанные с деятельностью Директ Академии. В этом году у него будет небольшой трек, примерно 5 вебинаров. Я думаю, что где-то раз в 2 месяца мы будем встречаться с Константин Николаевичем здесь. Мой вебинар, это продуктовый, мой трек, прошу прощения, проекты Директ Медиа, это наши продуктовые вебинары. Меня в этом сезоне будет тоже гораздо меньше, чем в прошлом. Я решил, что в прошлом году меня было слишком много, и в этом году я буду не так часто появляться. Всего у меня будет примерно десяток вебинаров. В прошлом году около 40 было. Много новых интересных лиц, которые могут провести хорошие вебинары, поэтому заграждать им путь я бы не хотел. Мы продолжаем сотрудничество с нашими постоянными ведущими. Татьяна Телегина вновь проведет трек «Школа научной публикации». Наталья Логачева вновь проведет трек «В помощь диссертанту». Мы расширим трек «Марины Орешко». В этом сезоне она проведет 20 вебинаров «Инструменты библиотекарей и педагога». Называется ее, условно называется ее трек. За электронное обучение у нас в этом году отвечают два спикера Иван Травкин. Его трек я так примерно и назвал «Электронное обучение». К сожалению, Иван пока еще в отпуске и конкретно список его вебинаров мы с ним еще не обсудили, но я думаю, что через недельку все его вебинары появятся и станут доступны. А присутствующая здесь, насколько я вижу, Любовь Вениаминовна Крошининникова. Ее трек я условно назвал, когда вчера думал, как назвать трек, потому что мы не оговорили, название «Цифровые образовательные ресурсы». Так, в общем, мы уже согласовали с Любовью ее вебинары. вебинары можете посмотреть по приведенной ссылке. Если полистаете, увидите вебинары всех приведенных здесь людей. Ну и, наконец, совершенно новый трек будет вести Анастасия Пахарукова. Анастасия Пахарукова. Если вы помните, это наша победительница нашего первого конкурса тем вебинаров. Вот. Она будет вести трек под названием «Искусство и техника презентации». Вот. Ну вот, собственно, и все. Да, с ней тоже полностью согласован трек ее вебинаров, и их вы можете посмотреть. Ее вебинары состоятся уже достаточно скоро. Вот давайте я скажу, вебинар Татьяны Телегиной состоится послезавтра уже, первый вебинар трека. Вебинар, Любови Крашенинниковой состоится девятого в понедельник, тоже совсем уже скоро. И вебинар Анастасии Пахаруковой состоится двенадцатого двенадцатого сентября, тоже уже совсем скоро. Вот. У Натальи Логачевой будет вебинар шестнадцатого числа в следующий понедельник. То есть все уже достаточно быстро начинаются эти треки вести вот эти вот треки. Кого еще будем приглашать? Ну, это такой мой стандартный слайд. Издатели, основатели платформы онлайн-обучения, известных ученых. Кстати, насчет известных ученых у нас в конце нашего сентября будет очень-очень интересный человек. физик-ядерщик. Тема его будет посвящена ядерной безопасности и радиофобии. это чрезвычайно интересный человек, который ну, буквально на своем пузе облазил чернобыльский четвертый аварийный блок, получил огромную дозу, около пятисот рентген, жив-здоров, слава богу, занимается своим делом и вот его вебинар я вам всем порекомендую. Наверное, в этом сезоне многие смотрели сериал Чернобыль, который, конечно, был очень интересный, но совершенно недостоверный. Вот. Ну и вот этот ученый будет у нас сегодня, не сегодня, прошу прощения, а в этом месяце. Я надеюсь, у нас получится блестящий вебинар, потому что это блестящий человек просто. Руководители общественных организаций, государственных органов, если получится, авторов популярных книг, известных блогеров. По поводу известных блогеров у нас есть мысли. В середине октября, если не изменится, у нас будет Олег Горнов. У него образовательный, блестящий образовательный блог, который посвящен робототехнике, и он поделится с нами секретами образовательного блогинга. Ну и просто интересных людей, такие тоже иногда у нас случаются. Повторюсь, что мы выдаем уже третий год электронные сертификаты. Сертификаты в этом году будут стоить 199 рублей. как получить сертификат вы можете посмотреть вот на по вот этой вот ссылке. Давайте я вам дам а собственно нет, эта ссылка есть в самом начале нашего ой, прошу прощения, в самом начале нашего чата есть такая странность у вебинара у вебинарной комнаты, когда начинаешь чат перелистывать чат, перелистывается вместо этого основной экран. Так, ну и вот информация о том, как получить сертификат на той же странице есть. Самое главное не забывать, что надо принять участие. Недостаточно зарегистрироваться на вебинаре, надо обязательно в нем принять участие. Вот эти восемь пунктов они объясняют, как поучаствовать в вебинаре. Не забываем для новых в основном наших слушателей, не забываем подписываться на наш YouTube канал, на котором будет храниться все вебинары, как и в прошлом году, будут храниться все вебинары, которые мы будем проводить, записи всех вебинаров. В настоящий момент более 500, подумайте, более 500 вебинаров на нашем канале уже есть. Все вебинары записываются и размещаются в открытом доступе и под открытой лицензией. То есть их вы можете использовать с указанием на нас, на наш канал, на спикеров вебинаров. можете использовать как вторичные произведения, в своих вторичных произведениях, например, давать на них ссылки, вырезать из них кусочки, повторюсь, не забывая ссылаться на нас. Все это позволяет открытой лицензии. в этом году мы собираемся удвоить количество запускаемых курсов. В прошлом году у нас было запущено, если не изменяет память, 7 курсов. В этом году, если получится, около 15 запустим. В частности, этим переориентацией на эту работу будет связано то, что в этом году я проведу гораздо меньше вебинаров. я хочу направление онлайн обучения у нас поднять на новый уровень, пригласить новых спикеров со старыми, те, которые провели удачные курсы в прошлом году, продолжить работу, мы обязательно будем запускать их курсы. В частности, речь идет о двух курсах, которые были супер успешны в прошлом году. Это курс Натальи Логачевой технологии подготовки успешной диссертации. Его мы будем запускать скорее всего в ноябре или декабре. И курс информационной технологии в библиотеке и не только. Это курс Марина Орешко, который тоже с большим прошел достаточно успешно прошел в прошлом году в мае месяце. Его мы тоже осенью будем запускать, когда в октябре или ноябре скорее всего. Что еще? Мы проводили в прошлом году второй конкурс тем вебинаров. Как вы помните, трое победителей у нас выступили в июне месяце. В этом году мы обязательно проведем третий конкурс. Будет он проходить, как всегда, в апреле-майе. В апреле мы запустим формочку, где вы сможете, кто из вас захочет, сможет предложить свою тему вебинара. В мае проведем голосование и в июне трое победителей мы предоставим им слово в Директ-Академии. Приятно мне напомнить, что в прошлом году Директ-Академия получила Вики-премию в номинации «Свободные знания». Вот такой кубок нам был вручен. Один из этих кубков увесистый стеклянный красивый кубок. Вот такой мы сертификат получили. Так что мы теперь лауреаты премии «Свободные знания». На получение этой премии сказалось во-первых то, что мы провели огромное количество вебинаров, как я уже говорил, 500 записей вебинаров под свободной лицензией лежит на нашем канале. Второе, то, что мы периодически предоставляем слово википедистам и у нас в этом году наверное мы тоже несколько вики вебинаров проведем, которые будут пропагандировать ценности википедии. Ну что ж, наверное, о Директ-Академии все. Напоминаю, вот наш адрес. Давайте я вам все-таки еще раз его приведу в чате. Это наш сайт, на котором вся новая информация будет храниться. Я прошу прощения, этот сайт пока актуален наверное только в части расписания, в части треков вебинаров, как только я получу полную информацию от всех спикеров, я тоже его поправлю и наверное в течение недели он будет полностью актуализирован и уже можно будет пользоваться всеми его страницами. Ну и там, где у нас располагаются онлайн-курсы, новые даты будут появляться по мере того, как мы примем решение, когда мы будем запускать наши новые курсы, ну и новые лендинги будут появляться по ходу дела. С новым с Директ Академией и все, перейдем к продуктам, другим продуктам и главному продукту собственно Директ Медиа университетской библиотеки онлайн. Итак, к осени у нас появился новый дизайн, который отображает новый функционал. И этот новый дизайн он виден на самой главной странице. Главная страница теперь выглядит несколько иначе. Более подробно я коснусь на одном из наших вебинаров, который посвящен собственно функционированию университетской библиотеки онлайн. Рассмотрим изменения. Здесь я расскажу только о самом главном. Самое главное, что изменен дизайн под новый функционал. Самый главный функционал новый, который появился, это новый поиск и новый каталог. Каталог у нас теперь состоит... Да, давайте сначала поговорим о каталоге. Вот этот текстовый слайд я позаимствовал у Константина Николаевича Костюка, нашего генерального директора, где он разъясняет, почему мы перешли на новый многофункциональный каталог. Он состоит теперь у нас из трех, по сути дела, каталогов. Это предметный рубрикатор ББК, наиболее глубоко разработанный диверсифицированный классификатор предметов для исследовательских целей. Собственно, появление нового каталога связано с тем, что большинство наших пользователей внутри нашей электронной библиотеки надо проводить не столько исследования, как это обычно в библиотеке, офлайновой библиотеке происходит, а подбор учебной литературы. Поэтому появился второй рубрикатор, такой развернутый рубрикатор укропненных групп специальностей УГСН, который рубрицирует не предметные области, а дисциплины, из которых складывается учебная программа. УГСН собирает вместе совокупность ник, используемых в обеспечении дисциплин. Логика такова, что для философа, юриста и математика это совершенно разная дисциплина. Поэтому этот рубрикатор подходит только для учебной литературы. Ну и наконец, наш традиционный предметный рубрикатор объединяет все книги, документы, включая научную классику, позволяет охватить не систематизацию, а качественные особенности коллекции. А интеграция всех трех видов этих каталогов дает новое качество, которое позволяет использовать ЭБС в разных условиях и для разного. И обеспечивает точность атрибуции и поиск. Вот так примерно выглядит каталог. Сейчас я включу карандашик. Одну минутку. Маркер. переключение между разделами каталога вот, видами каталога. Вот сейчас по умолчанию включен ББК, можно включить УГС или можно включить разделы. Вот рубрикатор в каждом из своих видов является многоуровневым. то есть как вы здесь видите вот здесь идут уровни первый, второй, третий и так далее. Рубрикатор, в частности рубрикатор УГС, он снабжен множеством разных фильтров, которые собственно и делают его универсальным и таким развернутым. Вы можете включить фильтры, которые друг с другом взаимодействуют по логическому закону И. То есть вот здесь вы можете выбрать например типы издания. Здесь показаны примеры. Я выбрал только учебные издания. Уровень образования бакалавриат я выбрал. Видите вот здесь это можно убрать например нажать нажав на вот этот вот крестик и внедрив новый фильтр. Ну и дисциплина выбрал дисциплину алгебра и теория чисел. И сразу достаточно малое количество книг вывалилось. То есть мало лишних книг сразу вываливаются только те книги которые конкретно вам нужны по данному уровню образования по данной дисциплине и по данному типу издания. Примерно этой же цели служит новый библиографический поиск который снабжен примерно тем же составом фильтров ну чуть-чуть другой состав фильтров. новая система поиска тоже нацелена на то чтобы искать книги под учебный процесс. А старая система была нацелена больше на исследовательский процесс нежели на поиск учебной литературы. Поэтому поиск учебной литературы там конечно тоже можно было вести но он был слегка замутнен большим количеством книг в выдаче поисковой которые необходимо было просматривать. Новый поиск позволяет фильтровать контент по уровням образования типом издания ББК УГС и так далее. Году кстати году издания значительно повысилась релевантность поиска и удобство для библиотекарей. Вот страничка такого не всего поиска а страничка фильтров как вы видите вот здесь выбрана тоже какая-то УГСН тип издания тоже выбран учебные ну и вот в процессе выбора год издания начиная с какого года вот все эти фильтры точно так же по закону и друг с другом совмещаются и позволяют наиболее получить наиболее релевантную выдачу ну и внутри выдачи вот здесь например выдано 83 документа внутри вы можете еще поставить внутри выдачи вы можете поставить еще фильтр по авторам вот здесь 10 авторов по издателям 10 издательств по дате издания здесь имеется ввиду год по 5 различным годам по 10 дисциплинам и по 4 жанрам вот то есть существует еще внутренняя внутренняя фильтрация после после проведения самого поиска вот ну как я уже говорил подробнее я об этом расскажу на своем вебинаре который посвящен работе в нашей ЭБС у меня будет два вебинара один для преподавателей и студентов условно то есть для пользователей широкого круга библиотеки а второй для библиотекарей библиокомплектатор это сервис который включается по требованию сам по себе он не включится он включается по требованию вуза в том случае если вуз хочет ввести покупать книжки по книжно по отдельной книжке или по несколько книжек в этом случае по вашему требованию включается этот сервис и в нем вы можете очень удобно подобрать себе на ту сумму на которую вы располагаетесь подобрать располагаете подобрать отдельные книжки из коллекций которые вам понадобятся книгообеспеченность по книгообеспеченности у нас будет отдельный вебинар вот но в целом скажу что книгообеспеченность у нас развивается по двум направлениям во первых по степени удовлетворения как бы это сказать по степени рекомендуемости во первых то есть наши библиографы все глубже прорабатывают данные вопросы и те предустановки которые включают книгообеспеченность когда вы назначаете определенную УГС они становятся все умнее и умнее и учебники и учебные пособия внутри них распределяются все подробнее и подробнее вот это первое направление второе направление которое должно у нас появиться в ближайшее время это будет реализован импорт изданий из РПД вы сможете просто загрузить свой РПД система распознает издание то есть система распознавания вы можете его загрузить даже просто не обязательно в виде варда можете загрузить в виде скана система распознает и если ваш РПД более-менее следует неким типовым форматам то сможет распознать издание и показать имеющие совпадающие издания ВБС если нет таких изданий может показать вам чем их заменить если нет может принять к сведению что нужны какие-то издания из РПД которые при возможности мы будем заказывать для нашей для нашей ВБС вот вот этот сервис он я надеюсь что про этот сервис мы расскажем 5 декабря у нас впервые будет либо я расскажу либо вот впервые мы хотим пригласить нашего руководителя отдела разработки Артема Захватаева который расскажет про книгообеспеченность в этом году он наиболее близок к тем нововведениям которые у нас проходят и поэтому мы хотим чтобы про книгообеспеченность все таки он рассказала не вот ну посмотрим как получится можете уже сейчас регистрироваться на этот вебинар а давайте я знаете давайте я буду дублировать эти ссылки буду дублировать вам в чат одну минутку сейчас мне надо добраться до этой ссылки в своем сейчас я ее копирую копирую в наш наш чат вот так вот можете прямо подписаться на зарегистрироваться на этот вебинар вот больше я сейчас о книгообеспеченности говорить не буду потому что подробное рассмотрение требует вот отдельного вебинара целого часа в который можно говорить только об этом только об этом сервисе вкр репозиторий как я уже говорил у нас произошло большое обновление внешнего вида и дизайна и вкр репозиторий теперь у нас вызывается вот здесь из вот этого меню и можно сразу попасть либо в опубликованные работы либо в документацию и помощь либо в раздел массовой загрузки вкр либо в отчеты напомню что вкр репозиторий это раздел нашей эбс в которой вы можете публиковать работы вкр ваших ваших студентов по вашему праву как вы захотите по вашему желанию эти работы могут поступать либо в открытый доступ и тогда они становятся доступными в разделе студенческая наука либо являться доступными только вашему вузу и тогда несмотря на то что это будет загружено в облаке видно это будет только внутри вашего вуза вот публиковать работы могут либо сами студенты либо может специально уполномоченный сотрудник вашей вашего вуза причем может он это делать ну либо с кафедр например на каждой кафедре выпускающему может быть такой сотрудник может делать это он либо по одной работе либо используя массовую загрузку загружая сначала таблицу со всеми данными ваших работ а потом собственно сами работы вот что сильно сокращает сильно сокращает работу главная страница вкрепозитория ну вот одна из страниц опубликованные работы вот выглядит так здесь можно подобрать какую-то ключевую ключевые слова ключевые параметры и будет в этом случае высвечивается работа которая можно скачать можно скачать ее можно можно посмотреть дополнительные поля можно разместить в общем доступе в разделе студенческая наука и можно проверить на плагиат вот тут надо особо отметить что по умолчанию даже если вы не принимаете никаких мер вы можете проверить на плагиат по бесплатно абсолютно по нашей ЭБС то есть по всем текстам которые размещены в нашей ЭБС если же вы являетесь пользователями антиплагиата и у вас есть договор с антиплагиатом то тогда можете проверить на антиплагиат прямо отсюда можете проверить на антиплагиат большой по всей базе которая есть в антиплагиате Ну и после того, как вы нажмете на вот эту вот ссылку, здесь появляется информация о проценте повторений, заимствований, проценте заимствований. Вот, давайте дальше немножко поговорим. Новый контент, но тут говорить можно очень много. Я хотел бы отметить, что у нас в настоящий момент 35 с лишним тысяч книг в нашей ЭБС. Наши основные издательства вот здесь перечислены, но они постоянно пополняются, их список. Более тысячи новых изданий ежемесячно, около 15 тысяч, если не больше, в год у нас пополняется. Основные направления пополнения это, конечно, учебная литература, в частности, литература для СПО, которую мы последние несколько лет активно заказываем, потому что ряд пользователей нашей библиотеки является не вузами, а колледжами. Вот, ну, собственно, и остальные наши разделы мы тоже пополняем. Разумеется, прежде всего, из тех издательств, которые у нас есть, мы пополняем теми книгами, которые выходят в этих издательствах, то есть новинками, прежде всего. В следующем году не поменяется вектор нашего развития, то есть, вот как здесь написано, более тысячи новых изданий ежемесячно, так это уже много лет повторяется и будет повторяться. Более того, здесь наблюдается даже некий рост внутри роста, то есть каждый месяц пополнение идет на немножко, небольшая такая экспонента, то есть каждый месяц немножко на большую сумму книг пополняется, чем в том же месяце в прошлом году, например. Вот, ну, кроме того, я, любимая моя тема, я люблю на эту тему говорить, у нас 182 тематические коллекции. Это специальные подборки литературы, в которых хранятся формированные в отдельные коллекции наборы наших книжек по 182 большим темам. В каждой из этих коллекций от нескольких десятков до полутора сотен, примерно, книг. И это направление гуманитарного характера, экономического характера, естественно, научного характера. Вот, по этим направлениям, если они полностью совпадают с тем, что нужно в данный момент вашим школьникам, вашим преподавателям и так далее, то я советую вам рекомендовать эти тематические коллекции для тех, кому они могут понадобиться. То есть не просто рекомендовать поиском искать их книги, а конкретно указывать на ту коллекцию, которая им может быть интересна. Потому что сами по себе они могут и не раскопать эти коллекции. Они у нас не то чтобы глубоко закопаны на нашем сайте, но все-таки занимают не центральное место у нас. И новые пользователи библиотеки могут и не догадаться, что там можно найти замечательный кладезь новой информации. Арт-портал и артотека. Ну, это очень близкий мне проект, которым я принимаю участие. И у нас в этом году опять будет отдельный вебинар по этому направлению. Хочу отметить, что большое обновление у нас было примерно полгода назад. Появилось новое направление, нет, нельзя так сказать, новый раздел, который называется лентой времени от хронограф. Это новый способ доступа к всем нашим примерно 65 тысячам изображений. Хронометрические, в соответствии с историей, в соответствии с географией. С географией по каждой стране можно посмотреть, в соответствии с историей этой страны, когда появлялись данные экспонаты, данные творения. И в разных жанрах, в разных видах, как бы это сказать, в разных разделах, как мы их поделили, в видах знаний по истории, по архитектуре, по живописи, скульптуре, литературе, музыке. Нельзя это назвать жанрами, потому что здесь присутствует история, присутствует музыка. Это скорее по областям знаний, областям искусства. Вот такое достаточно серьезное нововведение было. Ну и кроме того, я хотел бы отметить, что, да, вот, ну вот, например, описание отдельного лепестка вот здесь, вот если ткнуть в какой-нибудь из этих, да, например, да, то появится какое-то описание, вот подобное вот этому. А вот иногда здесь даже гораздо более подробное, со ссылками, иногда здесь может быть даже видео какое-то привести. То есть достаточно такой подробный, подробный хронограф. Вот, ну и кроме того, я хотел бы отметить, что с этого года, и, видимо, будем продолжать в будущем году, у нас не 24, а 36 выпусков в новом году, то есть три выпуска ортотеки в каждом месяце. Вот следующий должен быть 11 числа. Вот, я не буду здесь напоминать, какие выпуски были сделаны за прошлый год, какие будут. Оставляю это на наш вебинар, который мы приведем. 25 декабря я проведу. Вот ссылочку сейчас дам, на него уже можно зарегистрироваться. Сейчас ссылку дам прямо в чат. Вот, регистрируйтесь и узнаете, что у нас нового на арт-портале и в ортотеке. Ну, если сказать общими словами, то среди новых наших проектов появляются проекты всех наших типов, как арт-альбомы, основанные на изданных книжках, так, совершенно новые авторские работы и, наконец, интерактивные путешествия, которые так любят наши пользователи арт-портала. Это путешествия по отдельным полотнам, которые в гигапиксельном качестве представлены, разбор их на отдельные сюжеты, комментарии к этим сюжетам и так далее. Ну, вот, хотел бы отметить, что ближайшим таким, наверное, где-то в середине осени появится проект по Брейгелю, по его полотну «Битва масленицы и поста». Да, замечательное полотно, которое можно разбирать, там, тысячи сюжетов. Вот появится вот такой вот арт-проект у нас. «Библия школа» – это один из наших проектов для школьников и для школ. Вот что по поводу него можно сказать. Проект развивается, и мы о нем рассказываем каждый год. Внутри одно из направлений развития этого проекта является… Оно пока не реализовано, но мы собираемся это сделать. Интеграция с другим нашим проектом, который называется «Аналитик чтения», который мы делали совместно с нашими партнерами на президентский грант. Вот «Аналитик чтения» располагается, если кому-то интересно, располагается по вот этому адресу. Можете посмотреть. По этому адресу можно посмотреть различные тексты, протестировать школьника по типовым текстам, чтобы узнать уровень его чтения, уровень, которым он овладел чтением, протестировать собственные тексты на их сложность для определенной категории школьников. И мы хотим интегрировать эти возможности в нашу библиошколу. Что касается «Аналитика чтения», я вас приглашаю завтра, те из вас, кто планирует посетить московскую книжную выставку-ярмарку, которая проходит на ВДНХ в настоящее время. Я вот не помню, сегодня она, она сегодня открывается как раз, а завтра будет мое выступление там, мое выступление и выступление Натальи Николаевны Сметанниковой, которая у нас была в прошлом году спикером в Директ-Академии. Вот по поводу «Аналитика чтения» подробнее можете посмотреть по вот этой ссылке. Сейчас я вам эту ссылку тоже дам в чат. Так что, если кто-то из вас собирается быть на этой выставке, милости просим в конференц-зал номер 101 в 11.30 в течение часа будет проходить вот этот вот наш семинар по программе «Аналитик чтения». По тому, как он делался, как реализовывался этот президентский грант и какой в результате получился у нас продукт. Ну и традиционно по библиошколе вебинар у нас проводит наша ведущая, редактор издательства «Директ-Медиа» Наталья Башкова. Будет этот вебинар проходить 23 октября. И ссылку на него я вам тоже сейчас дам. Одну минутку. Вот она эта ссылочка. Можете на него прямо сейчас зарегистрироваться. Ну и последний пункт, о котором я хотел упомянуть, это мы в этом году проводим очередной наш, если не изменить память, четвертый уже конкурс на лучший студенческий диплом «Бефест-2019». Награждение – это конкурс, который мы проводим совместно с компанией «Антиплагиат» и журналом «Университетская книга». И пока не буду ничего говорить по поводу того, кто там победил, потому что еще не состоялась церемония. Церемония состоится опять же на Московской международной книжной выставке-ярмарке. На сей раз не завтра, а послезавтра, 6 числа. 6 сентября в 15 часов в конференц-зале номер 103. Подробнее об этом мероприятии вы можете посмотреть вот здесь. Так, одну минутку. Сейчас я скопирую ссылку. И дам ее в наш чат. Вот эта ссылка. Ну, что ж, вот в целом на этом я завершил краткое описание тех новшеств, которые у нас прошло за последние полгода и которые ожидаются в ближайшие полгода. Следующий вебинар будет по этому направлению с описанием новинок будет у нас в начале следующего семестра. Вот, задавайте свои вопросы. А я пока создам список наших сегодняшних слушателей с тем, чтобы те из вас, кто хочет, могли бы получить сертификат на сегодняшний вебинар. Я жду от вас вопросов. А пока провожу некую техническую работу, чтобы можно было выдать вам сертификаты. Из эфира я пока не выхожу. Вебинар наш пока еще не закончился. Так, и теперь я должен загрузить его. Выделяю всех и выдаю сертификаты. Вот, сегодня у нас 39 человек присутствовало. Так, перечень вебинаров на год. Сейчас. Одну минутку. Я эту ссылку давал, но она, видимо, уже затерялась. Во-первых, вы можете посмотреть... Я не могу настаивать, но прошу вас в закладочке поместить наш сайт, в котором всегда на главной странице есть, во-первых, вебинары текущей недели, а во-вторых, чуть ниже наш интерактивный... наше интерактивное расписание на целый год. Повторюсь, это расписание, оно пока еще не устоялось, но в нем можно посмотреть уже большинство вебинаров. не на все из них можно зарегистрироваться, но посмотреть можно большинство вебинаров, которые мы запланировали. Ну и еще я дам вот такую вот ссылочку, точнее повторю ее. Это, чтобы вам не мешала сама страничка, можете обратиться непосредственно к вот этому интерактивному расписанию, где все вебинары приведены расположенными на оси времени. Можете их посмотреть. Вот. Так. Ну и я хотел бы дать вам одну минуточку ссылку на сертификаты, которые я вам только что выдал. так, прямую ссылку дам. Вот так вот. А напоминаю, что сертификаты вы можете получить вот здесь вот. Сертификаты у нас второй год платные и в этом году они стоят 199 рублей. после этого вы переходите на поиск, находите себя либо по фамилии, либо по своему мейлу и можете приобрести сертификат любой из посещенных вами за последний год. Вот. Вот как-то так. Значит, наверное, если больше нет... Ага, спасибо, вижу расписание. Здорово, что вы его увидели. Да, еще раз прошу поставить его в себе в закладочке, чтобы всегда знать о нашем расписании. Кроме того, те из вас, кто присутствует у нас, на нашей... видят нашу страничку в Фейсбуке, мы каждую неделю будем объявлять о новых наших вебинарах. Каждый день будет информация о том вебинаре, который состоится на следующий день. Ну, и если вы присутствуете в рассылке, то каждую неделю у нас будет рассылка, которую... в которой мы тоже будем представлять вебинары текущей недели, будем представлять наиболее интересных спикеров отдельно. А, кстати, я прошу прощения, я забыл... Я так хотел вам в свободном режиме уже рассказать о тех спикерах, которые у нас будут. Давайте я вам еще дам некоторую информацию о некоторых интересных спикерах, которые у нас будут, кроме упомянутых. Да, ну, во-первых, давайте я вот в таком виде буду давать вам ссылки. Во-первых, 10 сентября у нас начнется большой цикл вебинаров от нового поколения. Если кто-то из вас интересуется дошкольным расписанием, вот здесь будет очень много разных вебинаров. Первый вебинар из этого цикла будет вести Айкуш Калачан, а вы ее, возможно, знаете в прошлом сезоне она уже два вебинара у нас провела. Будут и некоторые другие спикеры у нас по этому направлению. Далее, кого бы я еще хотел, на ком бы хотел остановить внимание, кроме тех людей, о которых уже сказал, 17 числа не пропустите вебинар, у нас будет Александр Лавериновский, управляющий партнер компании Skyeng. совершенно замечательный, интересный человек и замечательная компания, которая является номером один на рынке онлайн-обучения в России в настоящее время, по крайней мере, по выручке, если смотреть. И его вебинар будет посвящен сейчас я скажу точно, как он будет называться, он будет называться персональные траектории, это не только куда, но еще и откуда, по поводу того, как тестировать людей во входящем режиме, чтобы понять, с чего их начать обучать. Ну и что еще? Давайте я посмотрю, какие у нас еще интересные будут ближайшие вебинары. 23 сентября у нас будет вебинар Игоря Скальского, который почти в течение 20 лет был организатором системы дистанционного обучения в Русале, его вебинар будет посвящен Big Data в образовании, и вот ссылка на него. Ну, и сейчас я все-таки все-таки постараюсь это вам дать, потому что это интересно. Давайте устно скажу, 25 сентября у нас директор научной библиотеки Оренбургского государственного университета Петр Болдарев проведет вебинар «Библиотечное информационное обслуживание в университете». Ну, это ваш просто коллега расскажет о своем опыте, я думаю, будет это интересно. 30 сентября та тема, о которой я вам говорил, ученый физик-ядерщик Леонид Плескачевский проведет вебинар, вот, регистрируйтесь, пожалуйста, я очень хочу, чтобы вы этот вебинар посетили, потому что человек действительно совершенно необычный и с огромным бэкграундом. Ядерная безопасность и критическое мышление, почему бояться надо радиофобии, а не радиации. ну и да, вот и еще несколько две темы, которые я хотел бы вам представить уже в октябре. Тема середины октября, сейчас я до нее домотаю, это упомянутый мною Олег Горнов, образовательный видеоблогинг, Ориентировочно 14 сентября состоится этот вебинар. Ну и последний из таких вебинаров единичных, о которых я хотел бы сказать, это в некотором смысле моя коллега 24 октября Ирина Рейнова «Проблемы идентификации лженауки». Это модератор группы Facebook группы Академии наук по комиссии по борьбе с лженаукой. Ирина огромную работу проводит в этой группе, там более 5000 человек, если кому-то интересно, в эту группу заходите, там достаточно интересно. Вот, а ссылка на этот вебинар вот. Вот. Ну, я думаю, что это пока все. Это, конечно, не исчерпывающее. Расписание, оно будет пополняться по мере, но более-менее это расписание готово. Вот. Так что, я представил все вебинары, кроме вебинаров из циклов, да, вот все одиночные вебинары ближайших ближайшего, ближайших двух месяцев. Я очень хочу, чтобы вы их посетили, потому что всех этих людей я знаю, это замечательные люди и очень интересные рассказчики. Ну, что ж, на этом, наверное, будем завершаться. Вот. Олег Васильевич, до встречи. Всем до свидания. Напоминаю, что с нами можно всегда увидеться в Фейсбуке и со мной, и с нашим проектом, и информация там публикуется каждый день. Будет, по крайней мере, снова публиковаться каждый день. Всего доброго. До новых встреч в Директ Академии. Я надеюсь, этот сезон будет для вас снова интересным. Приходите, участвуйте в дискуссиях, задавайте вопросы, а мы постараемся сделать интересные вебинары для вас. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...